Мы проезжаем Александровский мост, который был построен в честь возобновления дружбы с Россией, в честь Александра Третьего. Такие еще красивые моменты. Площадь Санна-Си. Из нее тоже видна Эльфилева башня. Момент Луксурский. Поперечная оседлой площадь. Такой тулический порт. Мы там проезжали. Национальная ассамблея. Нижняя баланса французского правительства. Нижняя баланса французского правительства. Сейчас мы будем поворачивать. Приходимся на Шан-Зелизе. И вот Гранд Палас. Вот на этой самой Гранд Палас. И вот такая статуя. Вот это здание тоже красивое. Очень даже. Вот Шарль Деголь. А вот девушка полицейская ходит тут. Даже в дверь. Площадь, где стоит Трампальная арка. Называлась площадь звезды. А сейчас называется площадь Генерала Деголя. 12-конечную красную звезду. Которая упирается своим пиком. В один из находящих от этой площади проспекта. Это гигантская 12-конечная красная звезда. Наложен точно такую же гигантскую 13-конечную синюю звезду. Расстояние между пиком этих звезд выложено серой брусчаткой. Белой брусчатки не бывает. Поэтому она серая. Но мы тут же понимаем, что это символично. Это три цвета французского знамени. Красный, синий и белый. А вокруг 100 столбиков и ровно 100 дней, на которые Бенапарт возвращался к Насте. После ссылки. Мы стоим на авеню Опера. И если вот так начинать переходить эту дорогу, то видно Гранд Опера. На это здание, в котором мы сейчас с вами двигаемся, это заменение университет Франции Сорбонна. Это Сорбонна. На это здание примерно 17 века, которое здесь исторически... 17 века приблизительно. В 1853 году по приказу короля, Людовика IX был духовник Роберту Сорбон, создает сначала королевский кореш. Духовник Людовика какого-то там, его звали Сорбон, и вот духовник этого короля создал этот университет. Четверть судов Франции. Не города, а Франция. Это настоящая судебная машина, и мне только остается вас поздравить. Чем? Мы с вами прошли... ...постройку этого комплекса, этот председательный король Франции, 14-й король солнца. Этому королю было совершенно все равно, что строить королевскую резиденцию Версале для себя, под домскую королевскую площадь, которую мы только что с вами видели, дом первичных глоринов, к которому мы с вами приближаемся, собачью будку, сторожку люстяка, все равно, всякий раз, при взгляде на то, что было построено в его эпоху, вы должны были тут же понимать, это великий король Франции, Людовик XIV, король солнца. Кроме этого королевского собора есть еще солдатская церковь, которая входит в этот собор, присоединяется к нему, и действует весь этот труд. И тут же гробница Наполеона Бонапарта. Наполеон Бонапарт закончился печально. Все свои войны и отношения к нему было неоднозначное. Его называли деспотом Зурпатры, но он состали на островах, где он встречался в 1821 году. Но со временем произошла справедливая оценка этого человека, действительно четвертая башня. Знаете, Людовик XIV боялся не Парижа, а Парижан фронта за Сталией, да? И поэтому он построил свою резиденцию подальше, в 20 километрах. И это, естественно, Дверсаль, а это первая резиденция, которая строится с конца XII до начала XIV века. Хотя фундамент находится здесь с IX века, но это старая постройка, они не имеют ничего, это только фундамент, да? И поэтому начало XIV века, и в том виде, в котором мы видим, его построил Филипп IV красиво, так называли этого короля. В башню я имею в виду первый дворец французских королей. И вот на часовой башне мы видим самые старинные часы. В Бари. что-то написано, но прочитать пока трудно. В конец подошли к Моттердам де Пари. Мы слышим звон колоколов. Дверь именные и очень интересные. Двери именные и очень интересные. Это красная шведка, это всё переделывается заново, и я имею в виду, я снова как говорила, повторяю это. И с правой стороны находится дверь Святой Анны. Это дверь Святой Анны. Это дверь Святой Анны. Иисус Христос. Ну, естественно, это мать Мария, то есть самой Божьей Матери. Поэтому, естественно, Святая Анна, как оба... Гад монахов пытается выйти из мучений. Кто это такие? Это люди власть, имущие. Они будут поруганы не то что сатаной, а самой писающей террорицей. Это самое большое наказание. Но я думаю, что для вас не будет большим наказанием со мной попрещаться. Спасибо большое. Мы сегодня с вами встречаемся осторожно вечером на Монмарке. Ой, как хорошо. Ой, 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 большое спасибо. До встречи, и до свидания. До свидания. До свидания. Иисус Христос. Иисус Христос. И молитв. Иисус Христос. Иисус Христос. Слава Богу! Слава Богу!